28 января в Краснодаре Конкурс проходил в трех номинациях – «Основная», «Кубановедение» и «Основы православной культуры». Так, финал конкурса в номинации «Основы православной культуры» прошел 17 января при Храме Рождества Христова, где финалисты показали мастер-классы проведения уроков, провели публичные лекции и круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Номинацией «Основы православной культуры» финалистом стал Мудриченко Александр Геннадьевич, учитель школы номер 41. Памятные подарки и духовную литературу победителю и финалистам вручил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Катериндарской пархии Протерей Александр Игнатов. Нам так важно воспитать сердце ребенка. Ведь православие – это и есть не воспитание муслим, этим занимается физическое воспитание, а воспитание души. А ведь это самое главное. Как важно из этой книги, которая у меня в руках, под названием «Святое Евангелие» передать нашим детям то, что было в самом начале. Это первые слова Евангелия от Иоанна, апостола Бутуи. Как важно передать детям содержание этой книги, научившись прежде всего каждому учителю. У главного учителя, который сказал «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос». Вот почему тот учитель с большой буквы, кто ведет детей к познанию истины. И если мы даем набор знаний, всевозможных умений и навыков без основ духовно-нравственной культуры, мы не выведем наших детей из сегодня создающегося кризиса. Наша задача – научить детей не бояться. И тогда нам будет понятно, почему называют школой имени Маргелова, который сказал «Сбит с ног, сражайся на коленях, идти не можешь, лежа наступай». Нам будет понятно, почему наши школы носят имени Александра Васильевича Суворова, который говорил «С Богом, братцы! От него победа! Он наш генерал, он нас и водит!». Нам многое станет понятно, если мы в основу основ положим самое главное – нашу веру. В этом году впервые участие в церемонии закрытия конкурса «Учитель года» принял глава города Краснодара Андрей Алексеенко. В связи с этим отец Александр подарил новый завет Господа нашего Иисуса Христа и главе города Краснодара, процитировав слова князя Петра Валуева. Я хочу вручить эту книгу, которую держу и так часто цитирую Андрею Анатольевичу, и тоже прочитать перед вручением этой книги маленький стих. Возьми, читай святую книгу Бога, пойми душой спасение для своей сады, и всякое пройдет в тебе тревога, и сердце ты увидишь в небеса. Поверь, когда преклонны будут летом, душевных бурь прокатится волна, оставишь ты все книги, только эта с тобой навеку останется одна. С праздником! На церемонии закрытия конкурса был объявлен победитель. В этом году звание «Учитель года города Краснодара-2022» получила Рутинян Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы школы номер 61. Этот конкурс помогает поверить в себя, увидеть свой потенциал, увидеть возможности, которые нас окружают всегда в этой жизни. Конкурс очень много дает, новые знакомства, новые методики своих коллег, которые были представлены в испытаниях конкурсных. Конечно же, я пополнил багаж своего педагогического опыта тоже. Спорно это в любом случае и вдохновляет на свершение каких-то новых побед. То есть у учителя вырастают крылья, поэтому участие в таких конкурсах для учителя в любой номинации просто необходимо. Для многих учителей этот конкурс стал стартом профессионального роста и хорошей площадкой для обмена опытом с коллегами, своими идеями, передовыми технологиями, возможностью раскрыть себя и поделиться своими навыками и стать примером для других. Редактор субтитров А.Семкин